Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы. Запоздалых поездов на Барнаульском ЖД вокзале нет. Алина Красная отправляется в Бийск ровно через полчаса. У проводницы Ольги Лавровой есть несколько минут, чтобы разложить журналы, навести идеальный порядок и рассказать, за что она любит свою работу. За общение с пассажирами. Люди всегда встречаются разные, позитивные, с настроением. Посадка уже началась. Сегодня людей на этот рейс не так много. Но пока диспетчер не объявит, что поезд готов к отправлению, девушки будут ждать пассажиров. Вот так, по уставу, в любую погоду, по стойке смирно. Начальник вокзала Иван Николаевич приходит на работу к 7 утра уже 39 лет. Железнодорожник по призванию. Он в ответе не только за исправную работу поездов, кассы, комнаты отдыха, камеры хранения. По любому вопросу идут к нему. В день с Барнаульского вокзала отправляется более тысячи человек. Из-за каждого он несет ответственность. Рассказывает, самый нервный момент произошел 4 года назад. К поезду забыли прицепить вагон. И множество людей с билетами на руках остались на перроне. Решать проблему надо было моментально. Мы их завели в вокзал, разобрались, конечно, много волнений было. И отдельным локомотивом быстренько сформировали вагон. И этих пассажиров отправили в Новосибирск отдельным локомотивом. Такое вот было у нас. Мы по сей день этот случай вспоминаем. Железнодорожному сообщению в Алтайском крае в этом году исполняется 100 лет. Сегодня с наступающим юбилеем всех работников отрасли поздравили представителей власти. А лучшим железнодорожникам вручили памятные награды. Иван Николаевич сегодня остался без награды. Но завтра вместе со своими коллегами он отправится в Новосибирск. Там он получит самое главное для железнодорожников признание. Звание почетного работника железных дорог. В столицу Сибири поедут, конечно, на поезде. Другого транспорта здесь не признают. Татьяна Гладкова, Андрей Печоркин. Наши новости.